Дальше. Умственная неустойчивость также побеждается преодолением влияния времени. Как время влияет на нас? По-разному. Вот, допустим, как на тело время влияет? Оно меняет содержание трёх стихий в теле. У кого-то время делает жарко сильно внутри, ему нужна холодная вода. Кому-то время напрягает, ему нужно движение снимать, напряжение. Суставы больные, что надо делать? Ходить потихонечку, больше, 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 суставы вылечиться. Жарко стало? Охлаждайся. Напряжение? Двигайся. Это энергия воздуха напряжение. Тебе напрягло? Не хватает движения. Жарко стало? Не хватает воды. Вылечивается количество ненужных веществ? Не хватает чего? Чего не хватает? Зарядка. Зарядка плюс пост. Одна зарядка не поможет. Нужно поститься и двигаться одновременно. Видите, если жарко, просто охлаждаемся. Если напрягло, просто двигаемся. А если поправляемся, то тогда и двигаемся, и постимся одновременно. Такие правила. Если мерзнешь, значит, не хватает солнца, масла. То есть солнцезаменитель – это специи. Специи. Мускатная ореха, гвоздика, душистый перец. Красный перец – не увлекайтесь сильно. Черный перец. Лучше. Лучше качество, более благостный продукт. Вот. И будешь меньше мерзнуть. Больше острой пищи маслом обмазываться можно. Есть три типа масел, которые подходят человеку. Зима – кожа сухая. Почему? Потому что увеличится количество воздуха в атмосфере. И кожа у всех чуть-чуть сухая. Поэтому зимой надо выбрать одно из трех масел, которые потом на всю жизнь будут подходить. Или топленое масло сливочное. Сами топите в магазине, топленое не покупайте. Там с жиром смешивают с каким-нибудь. Дальше. Кокосовое масло и кунжутное. Три вида масел, которые всегда подходят, но одно из трех вам будет подходить. Как попределить, что подходит. Помазались несколько раз, чувствуете, что что-то не то. Меняйте. Почувствуйте то, оставляйте. А? Понимаете, любое масло не охлаждает. Масло всегда нагревает. Масло – это энергия огня. Просто если говорить об Индии, потому что кокосовое масло же оттуда, да? Кокосовым маслом там мажутся иногда в жару, потому что оно при жарком климате, оно начинает охлаждать. Но если вы намажетесь зимой в 20-ти градусный мороз, поверьте, оно вас не охладит. Вам жарко станет в нем 100%. Любое масло дает жар, огонь. Это энергия огня. Поэтому три стихии влияют на время, на тело. Время вызывает у одного одну стихию их дисбаланс. Человек стареет в результате. Человек должен выводить эту стихию из своего организма, чтобы не было старения в теле. И тогда его умственное состояние станет лучше. Настроение становится лучше, если человек становится здоровым. У меня, допустим, тело напрягается, потому что много езжу. Сегодня пробежался 4 километра с утра. Все. Тело расслабило. Легче стало. Дальше, что такое успокаивание ума? Надо создавать атмосферу. Музыка дома. Допустим, причем, как бы, благостная атмосфера, она очень сильно отличается мужчину-женщину. Допустим, благостная атмосфера женская, очень эмоциональная по природе. Женщине такая нравится атмосфера. Мужчине немножко тяжело. Но надо позволять жене, как бы, ей давать приоритет этого. Допустим, у меня жена слушает. Я говорю, печальная музыка, она говорит, радостная. Ну, то есть, понимаете, восприятие разное у женщин, очень эмоциональное восприятие, поэтому это им радостно, когда эмоций много. А мужчина это печально. Ну, так или иначе, все равно, вот, надо, чтобы музыка звучала дома. Желательно с молитвами какими-то, вашей вере. Вот. Фильмы благостные есть, благостные фильмы, про святых людей, фильмы и так далее. Про какие-то правила жизни, как надо правильно себя вести. Ну, то есть, изучайте, ищите искусство, успокаивают ум. Сходили, вот сейчас выставка Айвазовского, там, все решили сходить, очередь выстроилась в Питере, в Русском музее. Писали об этом. Айвазовские картины, море. Очень спокойно становится после такого. И позитивизм мышления. Все будет хорошо. Означает успокаивать людей, друг друга успокаивать, по-доброму относиться к событиям, не, как бы, не проклинать никого. С умом разобрались? Стабильность ума. У кого в уме настроение плохое, поднимите руку. Что будете делать? Поняли для себя? Купаться надо, жарко уму. И так далее. То есть, благостная пища, фрукты охруждают, яблоки, груши. Надо есть по вечерам. И так далее. То есть, разобраться надо с собой. Что сделает твой ум спокойным? Но, в целом, как бы, правило такое еще для ума. Человек должен занять свой уклад жизни. Сейчас я об этом скажу, очень важно. Вот смотрите, очень важно, это на знании очень важно. Первый уклад жизни для всех людей одинаковый. Называется ученичество. У человека, который решил заниматься духовной практикой, серьезно, этот уклад жизни может продлиться. Даже в юности, в зрелости может продлиться. Но, в целом, этот уклад жизни, это означает детство и юность. В это время главное правило — исключить всякий контакт с противоположным полом. Иначе знание с большим трудом входит в сознание человека. Поэтому в древней культуре, да и не только в древней, буквально там у нас сто лет назад, обучение мальчиков и девочек было строго разделено. Но мы говорим, что мы более цивилизованные, чем они. Я вот сравниваю, они более цивилизованные были. У них не было разводов, это привело к цивилизованности. У людей, которые раньше жили. И мало было разводов. Понимаете, они правильно образование детям делали, потому что мальчики и девочки, когда отдельно образовывают образование, у них ум становится устойчивый, потому что энергия любви, они еще не выдерживают эту энергию в детстве. Она очень ранит их сердца. Они влюбляются, мучаются, друг перед другом выпендриваются. Девочки отдельно спокойно, мальчики отдельно спокойно. И образование, развитие разума в атмосфере, когда хочется, человек думает о противоположном поле, разум теряет силу. Поэтому мальчики отдельно, девочки отдельно у нас неосуществимо, правда сейчас? Ну, по крайней мере, мы должны знать, что это лучше. И стараться, чтобы мальчик с мальчиками дружил, девочка с девочками. Не давать еще и это вот в обычной жизни, чтобы это тоже пошло. И девочку учить, к мальчикам не подходи. Мальчиков учить, к девочкам не ходи. С мальчиками общайся. Учить надо, образовывать. Детей в этом вопросе. Иначе они учиться не будут, у них мозги будут на бекрине. Если мы не соблюдаем в этом укладе жизни это правило, то тогда жизнь становится очень несчастной, проблемной. Потому что все уклады жизни, заметьте, все уклады жизни, они все предназначены в отношении только к одной теме. Эта тема называется секс. Все уклады жизни только к этой теме. Ученичество означает до свидания противоположный пол. Монахи, люди учатся тоже. Есть послушники, ученики, а есть отреченные люди. И тем и другим до свидания противоположный пол, иначе не будет ни отречения, ни монашества, ничего не будет. То же самое дети, которые учатся. Если у них сильный контакт, у них мозги на бекрине всегда шансов нет выучиться нормально. Теперь смотрите, следующий уклад жизни, семейная жизнь. Означает противоположная вещь. Вот смотрите, допустим, ты выучился, ты уже мужик взрослый. Гуляешь, да? Ну я гуляю. Ну ты выучился? Выучился. Женись. Если ты не женишься и живешь один мужчинам. Мужчина деградирует в это время. Как выглядит деградированный мужчина? Чем больше мужчина живет один, тем больше он похож на ватрушку. Вот такой. Ничего, нормально-то. Вот. Означает, что болевая сила тает. Мужчину надо вешать. Чем больше навешали, тем он здоровее, крепче становится, разумнее. Поэтому выучился женись. Не хочу, хочу погулять, значит, ватрушкой станешь. Никто тебе не поможет. Женщина тоже, как бы, возраст подошел, надо замуж. Она в работу, как бы, женщина удаляется в работу, мужчина в секс. Надо подумать о личной жизни, ответственность женскую взять на себя. Не о работе думать, а о личной жизни. Это трудно переключиться на личную жизнь женщине. Но если ты не учишься ничему, значит, надо жениться или замуж выходить. И это даст тебе устойчивую жизнь. Правильное отношение к половой жизни, к сексу в это время такое. Мужчина должен быть женщиной, когда он выучился. Надо создавать семьи. Или есть редкий-редкий второй вариант, отреченная жизнь. Один из десяти тысяч человек может быть. Очень редкий вариант. Такие люди особенные, они не похожи на других. Они постоянно думают о Боге. У них к Богу любовь, а не к человеку. Редкий случай. Исключительно. Следующий уклад жизни. Человек повзрослел. Мои года, моё богатство. То есть стал мудрым. Означает, не надо так много уже думать о сексе. Ты можешь быть женатый человек, всё нормально. Но не надо так много думать уже об этом. Думай о других людях. Заботься обо всех. Стань старшим. Наставление давай. Отдай, посвяти свою жизнь Богу. Стань отцом других или матерью. Общество. Отдай свою жизнь и обществу. Перестань сильно думать о противоположном поле. Женщина, которая поёт. Не надо в 70 лет натягивать на уши, щёки. Зачем? Это время для другого предназначено. Учить других. Если ты талантливый человек, обучай других этому таланту. Разве это мало, это делать? Разве этого мало? Зачем из себя молодого делать? Пытаться сексом заниматься в 70 лет? Или рисоваться? Это не способ жить. То есть, видите, есть стадии жизни какого-то развития. И люди очень развитые. Очень развитые. Не как все. В пожилом возрасте могут начать отречённую жизнь. У меня есть одни знакомые. Они и муж, и жена решили жить отречённой жизнью. Обоюдно. Они не развалили семью. Они оставили в печать, в паспорте остались. Они и муж, и жена так остались. Но они не живут вместе. Он в монастыре, она тоже так же. Понимаете, о чём я говорю? Это редкий случай. Не имитируйте это. Самый лучший вариант, если муж и жена будут больше о Боге думать в возрасте. Но жить вместе при этом. Это тоже другой уклад жизни. Это не семейный уклад. Это уклад отречённой уже как бы наставнический такой уклад. Другая жизнь совсем. Другие правила такой жизни. Но всегда возраст накладывает свой отпечаток в жизни. И это даёт стабильность в уме. Если девушка замуж не выходит вовремя, мужчина не женится, здесь стабильности не будет. Поэтому эти уклады жизни нужны для стабильности сознания. Не должен ребёнок преждевременно с противоположным полом общаться. Взрослым стал жениться, чтобы всё стабильно в голове было. Если не стабильно, значит неправильный уклад жизни. Надо это тоже знать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!